Конечно, их можно понять, представьте, они плитку положили, деревья посадили, а вы им сейчас что предлагаете? Все это разрыть полностью и весь их труд просто-напросто пустить коту под хвост. Рад приветствовать вас, дорогие уважаемые мои подписчики. Вы только что посмотрели маленький фрагмент из моей сегодняшней консультации. Давайте расскажу вкратце суть того, что произошло. Игорь и Светлана большую часть жизни своей прожили на севере. Выйдя на пенсию, они приняли решение переехать в более теплые края. И выбор у них пал на Самарскую область поближе к старшему сыну. Выбрали поселок, купили дом и начали обустраивать свою новую жизнь. Познакомились и подружились с соседями и все бы вроде было хорошо. Ровно до одного момента, пока им не понадобилось вернуться на север для того, чтобы решать какие-то вопросы с пенсией. Ну и заодно погостить у младшего сына. Спустя месяц они вернулись домой и обнаружили, что у них перестал работать интернет. И вот здесь началось самое веселое. Операторы сотовой связи, которые поставляют интернет, разводят руками и говорят, мы не знаем в чем причина. Но после того, когда причина выяснилась, жизнь Игоря и Светланы стала перекрашиваться в тусклые тона. Что выяснилось? Их соседи решили облагородить свой участок при домовой территории. Положили плитку, сделали беседку. И пока они все это делали, нечаянно перебили кабель. Но не весь кабель, а именно ту разводку, которая шла к Игорю и Светлане. Переговоры с соседями, с просьбой, чтобы пришли ремонтники, раскопали этот кабель и устранили. В конечном итоге перешли в позицию дурак сам дурак. Вместо того, чтобы продолжить дружить с соседями, возник конфликт. И этот конфликт длится уже больше месяца. Игорь и Светлана решили обратиться ко мне с просьбой помочь найти выход из этой ситуации. Я не разбираюсь во всяких интернет-технологиях, кабелях. Я специализируюсь на решении споров и конфликтов с помощью переговоров. Чем больше я слушал эту историю и ответы на свои вопросы, тем больше я приходил к выводу, что проблема на самом деле не в перебитом кабеле, а в том, что стороны не искали решения этого вопроса, а искали виноватого. Соседи винили интернет-оператора, что они неправильно закопали кабель. Интернет-операторы винили этих соседей, то, что они не удосужились посмотреть, где они копают и что они вообще творят. А еще самое интересное. Эти две стороны обвиняли Игоря и Светлану о том, что они уехали и якобы не вовремя сообщили. Если бы не уезжали и вовремя бы сказали, что перестал работать интернет, можно было бы устранить эту поломку сразу, а не пытаться сейчас разворошить всю эту плитку, на которую соседи вложили много денег и времени. В ходе нашей консультации мы нашли с Игорем и со Светланой три способа, как решить этот вопрос. Но я порекомендовал сделать самое первое. Это перестать искать виноватых. И отсюда, дорогие уважаемые мои подписчики, мы можем с вами сделать вывод. Если вы столкнулись с какой-то проблемой и хотите ее решить, ищите способы решения этой проблемы, но не виноватых. Так как способы решения приблизят вас к вашей цели. А поиск виноватых приведет только к ссоре. Так как одна сторона будет постоянно нападать, а вторая сторона будет постоянно защищаться. Уважаемые дорогие мои подписчики, если вы сейчас столкнулись с какой-то конфликтной ситуацией и не знаете, как из нее выйти, напишите мне в личку, посмотрю, чем я смогу вам помочь. Написать вы мне можете, либо перейдя по ссылке ко мне в Телеграм, ссылку я оставлю в комментариях под этим видео, либо напишите мне в личную, там, где вы меня смотрите. Отдельное обращение хочу сделать к подписчикам, которые смотрят меня на Ютубе. В связи с тем, что последнее время Ютуб работает не совсем корректным образом, я вам рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал, ссылка будет также в комментариях, и вы будете получать много полезной информации, связанной с решением споров и конфликтов с помощью переговоров, что впоследствии вам поможет не ссориться с окружающими людьми, а находить выходы из этих ситуаций. Если вы, дорогие и уважаемые мои подписчики, хотите поделиться какой-то своей историей, можете либо написать мне ее в личку, либо в комментариях под этим видео. Успехов вам, дорогие мои подписчики, больше вам улыбок и счастливых дней, и пусть все конфликты обходят вас стороной.